быстро по-домашнему показываю как я делаю сок из персиков из нектаринов или из абрикосов одно и то же схема одна и та же фрукты разные абрикосов уже не осталось все сделали и выпили немножко есть конечно сохранили на зиму до зимы не дойдет но самое главное во время последних логов смотрели показывал персиковый сок и спросила хотите ли вы чтобы я поделилась своим методом как я готовлю сок на зиму два человека сказали да хочу и поэтому показывают но на самом деле не хочу чтобы вы очень много трудились как наши бабушки наши бабушки были труженицы и поэтому у них выбора не было пройти через эти скажем труды чтобы приготовить сок из персиковых абрикосов или из томатов одно и то же мучение то есть как личная бабушка как готовила варила абрикосы с сахаром потом процеживала через сито но остывала потом даже иногда тепло еще было она через сито процеживала потом варила с водой несколько дуну час больше часа я помню ее замешивающий в таком большом кастрюле сок из абрикосов потом банки такие трехлитровые заливала прокручивала банки стерилизовала в общем процесс очень трудоемкий после этого думаю даже она не пила этот сок мы пили но сейчас поскольку процесс очень легкий можно сказать не трудно будет приготовить и никто не будет ли очень лениться что же делаем берем наши фрукты их моем обычный мектарин и так режу так делаю скажем потом так кручу еще раз кручу и уже отрезаем маленькие кусочки потому что нам нужны маленькие кусочки косточки можете сохранить комфорт сварить если хотите опять я это сделаю абрикосы знаете просто удаляйте косточку абрикос в кастрюлю быстро порежу подвинемся вперед как заметили я кожу не удаляю потому что по моему все витамины в коже из абрикос выделяется потому что через сито все проходит потом если не ошибаюсь бабушка еще через эту процеженную смесь кожицы еще кипятком заливала продолжала процеживать процесс не хочу даже вспомнить обычно делаю вечером заготавливая утром уже варю но сегодня мы делаем все сейчас скажем килограмм на килограмм мы хотим чтобы у нас была такая сладкая жидкая смесь будем считать килограмм за килограмм это на глаз делаю и щепотка соли тоже туда добавлю не бойтесь соли он будет нашим как будто предохранителем чтобы скажем бактерии туда не попали бояться бактерии соли настолько закипеть запросили столько кипения никакая бактерия там не останется кладу на огонь еще немножко скажем столовая ложка лимона или лимонной кислоты сока лимона или лимонной кислоты кладу это на огонь и даю прокипеть как закипит продолжим и покажу что делали дальше крышку закрою чтобы быстрее кипел но не забывайте а то может и прилипнуть ко дну не хотите по голосу уже услышала что кипит как закипит прозок вот так вот замешаю и одна тонкость хотите чтобы фрукты были уже очень спелые и сладкие так легче будет продолжаться наш процесс и беру свой погружной блендер еще одна тонкость если это готовите больших количествах сначала блендеры все прокрутите с сахаром и все со всеми ингредиентами сахар соль лимонный сок в блендере прокрутите потом уже варите я не процеживаю но если уж очень захотите можете процедить но когда варится фрукт кожа очень мягкой становится поэтому я думаю лучше если у нас будет густой прелестный сок долго варить не буду сразу возьму свой погружной блендер и пройдусь почему долго не буду варить потому что не хочу чтобы испарился сок но важно чтобы весь фрукт хорошенько сварился все вместе я если фрукты у вас будут спелые этот процесс поменьше пара продлится если с крупными такими твердыми фруктами делаете лучше блендер и конечно если большое количество делаете все сначала проблендируете и уже начинайте варку вам не придется ничего процеживать и не надо процеживать потому что такие соки хорошие когда они такие густые правильно густые без стекла это готово можно пройтись посмотреть если там кусочки если найдете пробленируйте если не найдете уже заранее заготовленные уже выключим не 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 надо не стоит сто часов варить то что уже прокипела правда договорил хочу посмотреть молодец и как вы обычно прокручиваете я ничего не прокручиваю на зиму потому что зимой мои дети едят то что есть зимой для зимы специально не подготавливаюсь но подождите покажу что я заготовила и конечно очень много выпили потому что получили в подарок много абрикос и пришлось сок сделать они мы не успели столько съесть это мой и называю сироп абрикосовый сироп если хотите чтобы сок получился такой золотистый это нектарины были желтые сладкие как мед вот подождите тоже как заготовила сок значит беру этот сироп скажем из абрикос или из персиков забавляю свежей фильтрированной водой и получается сок можете вот одну такую банку сиропа развести в графинке с водой и будет у вас сок и незачем в таких больших огромных банках их прокручивать стилилизировать варить потом тяжелые банки по полочкам складывать делайте маленькие банки сиропа опять прокрутите в стилизованных баночках и упрячьте куда хотите потом уже зимой знаете что делать это был процесс это хотите абрикосы тоже покажу можно даже в таких баночках это хочу чтоб сироп туда положить возьму что мне взять стаканчик возьму и не говорите что это не может быть вкусно должно все вместе свариться часами почему вы думаете кто так говорит что воду которую сто часов прокипели с фруктом и с сахаром вода так вкуснее или лучше чем вода свежая которая еще живая еще течет еще можно этой водой как бы просто без всякого сахара и сока скажем фрукта насладиться почему вы так думаете а пока вы думаете я и если у вас сок получился ох не очень сладкий вместо сахара можете добавить любой полезный скажем подсластитель который вы могли бы найти скажем в каком-то шкафу подойдите говорят слышала самый не то что полезный полезный но советуют мангфрут свитнер подсластитель из стевио тоже говорят хорошая можете этим нанес belangrijk подсластить может быть ùng место такой густой персиковый очень хороший получился абрикосовый тем более на цвет смотрите Какой красивый золотой цвет Лучше, чем когда в банках Когда в банках к зиме они уже теряют такую яркую внешность Это не сок, это прелесть И абрикос чувствуешь, самое главное Потому что в бисикле вы сохранили фрукт с сахаром Просто сохранили Не поварили сколько часов и убили все вкусы, ароматы, полезности Хотя сахар уже добавили, полезность пропала Но мы об этом забываем и продолжаем двигаться в сладкое будущее Рецепт описать не буду, просто хотела поделиться методом Обычно главное, чтобы долго не варили Главное, чтобы фрукты были спелые, сладкие Что еще главное? Килограмм на килограмм хорошая пропорция Потому что достаточно сахара, чтобы хорошо сохранить фрукт Или эту смесь Сироп Да, все Думаю, ничего такого особо Америку не открыла Но идею подала Думаю, надеюсь Берегите себя, мои хорошие, добрые Берегите свое здоровье Свои ручки Своё время Увидимся Спасибо огромное, как всегда Знаете, это у меня красноватый получился Чуточку розовый Потому что нектарины были в основном белые с красным кожуром Такие не делала Обычно желтыми делаю, чтобы золотистые получились Это тоже красивый цвет, да? Хотите там кусок свежего Не свежего, а корицы Палочки корицы можете положить Персик очень хорошо с корицей сочетается Как вы думаете? И сок будет отличный Все, вот теперь закончила Рассказка 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 Субтитры создавал DimaTorzok